Деяния апостолов И сообщили о том, что им сказали руководящие Каранимы старейшины. И 24. Услышав это, они в едином порыве воскликнули Богу и стали молиться. Владыка, ты сотворил небеса и землю, море и все, что не их. Хочу обратить ваше внимание на два очень интересных момента. Во-первых, апостолы сразу после освобождения, то есть после такой стрессовой серьезной ситуации, которая их постигла, стремятся как можно быстрее оказаться в среде таких же верующих, как они. Это вообще очень свойственно для верующего человека искать общение. И более того, многие из нас, наверное, могли бы рассказать, как сильно они страдают, если такого общения они не имеют. Второй момент на то, как люди, услышавшие о том, что произошло, прореагируют. А я напомню, что это был суд. Суд над апостолами, которые только что исцелили калеку. И на этом суде они имели возможность и проповедовали о Иисусе Машехе. И им запретили это делать, но они сказали, что они будут слушать Бога, а не людей. И вот после всего этого, когда они пришли к своим, которые их ждали, они все вместе в едином порыве воскликают Богу молитвы. И дело даже не в том, что они цитируют здесь 145-й псалом, используя те же тексты, которые используются, например, на утренней молитве в еврейском народе. Их можно найти в Сидуре. Смотрите, как они обращаются к Богу, владыка. Так это переведено в русский язык. На самом деле здесь стоит греческое слово деспоте, что имеет такой перевод, но даже для тех людей, которые не знакомы с греческим языком, наверняка это слово покажется знакомым. Русское слово деспот происходит именно от этого. На самом деле, если сегодняшнее слово деспот имеет такую, можно сказать, отрицательную коннотацию, то мы должны понять, что греческое слово имеет смысловое значение показать абсолютную власть, полный контроль. Другими словами, называя так Бога, ученики показывают свою веру в то, что все, что Бог делает, все, что происходит в этом мире, находится под полным его контролем. И о чем они его просят? Они просят, чтобы он даровал им силу. Мы с вами можем прочитать дальше. 25-26 стихи. Здесь, кстати, тоже цитируется Псалом, Псалом 2, но не так, как он написан в русском языке. А так, как это написано в греческом варианте септуагенты, первый и второй стих. Да, потому что, ну, сегодня появились другие варианты переводов, которые пытаются нивелировать этот смысл. Конечно, это показывает нам на то, что молитва верующих вдохновлена, вдохновлена вот этим Псалом. Интересно, что комментируя второй Псалом, один из известнейших, наверное, комментаторов на сегодняшний день в иудаизме Раши, говорит так. Наши раввины считали, что эти слова относятся к царю, мессии, но, судя по прямому значению, Пшату, как это называется, правильнее относить его к Давиду. В свете утверждения, что когда филистимляне услышали, что Давид был помазан царем над Израилем, все филистимляне вышли искать Давида. Ну, это цитата из Раши. Интересно, ну, действительно, если говорить о Пшате, а Пшат это самое простое, самое прямое понимание текста в иудаизме, то здесь он, наверное, говорит именно о царе Давиде. Но иудейское толкование и вслед за ним христианское толкование никогда не останавливались на Пшате, потому что прямое понимание текста это еще не все. Следующий шаг, который называется Драш, что значит толкование, да, от этого пошло слово Медраш. Именно согласно Драшу речь идет не только о Давиде, но и о грядущем мессии. Естественно, у верующего человека возникает вопрос, а как нам относиться к таким толкованиям? В иудаизме есть правило, которое впоследствии было подхвачено и христианством при толковании текстом. Если Драш не противоречит Пшату, то он имеет право существовать. То есть, следующая мысль не противоречит никак. Почему? Потому что в Машиях, пришедшем во плоти, Бог тоже имеет связь с Давидом. Он имеет генетическую связь. Он его потомок. Странно на этом фоне выглядит тот факт, что иудаизм не согласен с этим. Почему? Потому что в иудаизме как раз-таки я сталкивался с тем, что Драш нередко противоречит Пшату. А здесь абсолютно прямая связь. Поэтому, когда ученики Ешоа в молитве обратились к Богу с этим словом деспота-владыки, они по сути демонстрировали свою уверенность в том, что несмотря на противостояние с начальствующими на угрозы Сенехедрина, они смогут проповедовать благую весть, неся ее дальше. В 27 стихе мы читаем с вами. «Эти слова сбылись в этом городе, так как Ирод и Понтипилат вместе с Гоим и народом Израиля собрались против твоего святого слуги Ешо, которого ты сделал мессией». Действительно, ведь по сути и Ирод Антипа, сын Ирода Великого, и Понтипилат. Здесь стоит слово «Гоим» в моем переводе, в русском написано «народы», но это именно такое значение, если кто не в курсе, то слово «Гоим» чаще всего применяется к другим народам, хотя может применяться иногда к Израилю. И здесь написано буквально, что тот, которого ты помазал в греческом языке «эхрисиас», возвращает нас, собственно, к тому же второму псалму, в котором рассказывается о том, что Бог помазал и царя Давида. 28 стих «Чтобы осуществить то, чему ты в своей власти согласно своему замыслу предопределил произойти, и теперь, Господь, обрати внимание на угрозы и позволь рабам твоим нести твою весть со всякой смелостью, и протяни руку свою, чтобы исцелять, совершать знамения и чудеса именем твоего святого слуги Ешо». Они еще молились, когда вдруг то место, в котором они собрались, затряслось, все они исполнились роха-кодыш и говорили Божию весть со смелостью. Другими словами, ученики даже не допускали мысль, чтобы подчиниться начальствующим. По сути, их реакцию можно описать следующим образом. Во-первых, они убеждены в могуществе Бога. «Если Бог с нами, кто устоит против нас?» Так в дальнейшем пишет апостол. Они были убеждены в тщетности человеческого противоборства, которое пытается противостоять им. Интересно, здесь используется такое выражение, в русский оно переведено как «метутца», а еще оно может означать ржание горячих лошадей. То есть вот когда лошадь разгорячена, она сопротивляется хозяину, оно может брыкаться, может там, но в конечном счете под влиянием музды оно все равно смирится и всадник на нем поедет. Вот такое выражение здесь используется. Они, естественно, реагируя на все происшедшее, освежили в память образ Ешоа, который страдал и даже умер, но все равно восторжествовал. И они молятся, чтобы им было даровано мужество проповедовать благую весть. И вот результат, они исполняются, Роха Кодыш, Святого Духа наполняются и со смелостью проповедуют. И даже место то потряслось. Интересно, сегодня я довольно часто сталкивался с рассуждениями, когда люди говорят, ну почему вот мы молимся там коллективно и не трясется так, как у апостолов. И вообще, почему очень многих проявлений, которые были в древности, мы сегодня не встречаем? Или встречаем крайне редко в отдельно взятых местах. На самом деле, я хочу сказать, что мы должны понимать, что принципиальное, важное событие, которое происходит сейчас глобально на наших глазах, это становление первой общины, это становление тех людей, которые начали жить по новым измененным правилам, которые благодаря действию Духа Святого должны были осознать, что у них есть и сила, и власть. Для чего? Для того, чтобы нести благую весть. Именно поэтому жизнь первой общины была наполнена всякими, ну какое выбрать слово, сверхъестественными событиями, которые помогали им. Я часто этот период сравниваю с тем, что еврейский народ переживал путешествия по пустыне. Им нужны были видимые проявления Бога для того, чтобы научиться Его понимать, научиться быть послушным. И здесь мы наблюдаем картину, как апостолы учатся быть послушными Духу Святому. Дальше с вами мы читаем такие слова. Все верующие были едины сердцем и душой. Никто не претендовал на свое имущество, но каждый делился всем, что у него было. Посланники продолжали с великой радостью свидетельствовать о воскресении Господа Ишуа, и они были все в большом почете. Среди них не было бедных, так как те, у кого были земли, дома, продавали все, а вырученные деньги отдавали посланникам, чтобы они разделили их, исходя из нужд каждого. Так Иосиф, которого посланники прозвали Барнабой, что значит увещевающий, левий уроженец Кипра, продал принадлежащее ему поле и принес деньги посланникам. На самом деле, следующий текст, который идет в следующей главе, связан с тем, что мы читаем здесь, поэтому я не буду говорить сегодня об этом подробно. Это у меня в плане на следующий раз, но я хочу обратить ваше внимание вот на какую деталь, я в принципе ее уже говорил. Тот факт, что апостолы и первая община учились жить с Духом Святым абсолютно не означает того, что они не совершали каких-то ошибок или, может быть, более точно сказать, не все понимали. Например, есть много признаков на страницах Нового Завета, что ученики воспринимали уход Ешуа и обещание его скорого возвращения, как дело нескольких там дней, может быть, недель. Только в более поздний период появилось осознание, что на самом деле это произойдет, видимо, не скоро и уж, наверное, практически точно можно сказать, что вряд ли кто-то из апостолов представлял себе, что это затянется на тысячелетия. Именно поэтому некоторые их поступки были продиктованы вот сегодняшним. Они понимали, что если Машех придет не сегодня, а завтра, то какой смысл вот в этом богатстве? Оно же, ты его с собой на небо не заберешь, да? Оно лишается смысла. Они продавали, раздавали, на это все вместе жили по влиянию сердца своего, безусловно. Это не значит, что мы должны поступать точно так же. Теперь мы уже с вами знаем, что возвращение еще продлится еще какое-то время. Больше того, я опять не хочу сильно вдаваться, но мы с вами знаем, что в дальнейшем они уже так не жили. И уже там через 10-15 лет они поняли, что это неправильно. И в дальнейшем даже другие общины из других регионов стали помогать Иерусалимской общине. Не буду глубоко в это вдаваться, могу только сказать, что мы знаем о том, что у них был такой опыт. Мы знаем, что такой опыт был признан неправильным, и для нас нет смысла его повторять. Вот, собственно, то, что я хотел сегодня нам сказать, исходя из 4 главы. Да благословит вас всех Господь. Шалом алейхем.